70 лет – это возраст богатого опыта. История девятой школы тесно переплетается с историей поселка. В 1943 году, после освобождения Виноградного от немецко-фашистских оккупантов, под школу были отданы бывшие здания совхоза, почты, столовой, части конторы и клуба. Через несколько лет ученики и преподаватели перешли в двухэтажное здание. В 1951 году школа выпустила первых выпускников. И только через 8 лет учащиеся поселка и близлежащих хуторов стали учиться в новой специально построенной школе. Это здание и сейчас открывает ученикам дорогу в страну знаний. А руководит школой – почетный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Шейко. Какая она школа с сегодняшнего дня? На этот вопрос школьники отвечают просто. Помимо уроков, праздники и конкурсы, викторины и КВН, а также спортивные соревнования. Ребята занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в олимпиадах. С юбилейной датой виновников торжества от имени главы курорта поздравила первый заместитель мэра Анапы Светлана Яровая. Уверена, что 70 лет для этой школы – это расцвет. Это годы, когда уже есть мудрость, традиции, которые складываются день за днём. Когда есть победы, есть ученики, которыми гордимся, все Анапой. Есть к чему стремиться. За высокий профессионализм лучшие педагоги были награждены благодарностью главы города-курорта. Опытом и новаторством педагогов девятой школы восхищаются не только в Анапе, крае, но и в Америке. Компания Microsoft специально приезжала в посёлок, чтобы снять фильм о том, как ученики постигают информационные технологии. Когда правительство внесло предложение о том, чтобы внедрить в образовательный процесс государственный стандарт, первое, кто откликнулось на пилотную школу, это школа во главе с Татьяной Владимировной. Это очень трудный путь. Нужно было внедрять новые технологии в образовании. Всё новое, всё неизведанное. Но коллектив не побоялся. В день рождения принято дарить подарки. Полный комплект оборудования для столовой. Такой подарок школе передал мэр Анапы Сергей Сергеев. От управления образования – холодильная установка. А депутат ЗСК Владимир Верстунин подарил микрофоны для сцены и сплит-систему. Большой и нелёгкий труд прошёл ваш коллектив. И, конечно, все эти годы коллектив делал очень благородное дело. Он воспитывал достойных людей нашей страны, на благо нашей страны. И от следующих поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам творческих успехов дальнейших, хороших выпускников и хороших учеников. Добрые воспоминания от праздника надолго останутся в сердцах каждого. И почётные гости, и родители учеников уверены, что в будущем коллектив школы достигнет ещё более высокого уровня. А накопленный педагогический опыт бесспорно пригодится новым поколениям. Светлана Авилова, Артём Зиборов, Анапа. Регион.